So, what is happiness for you? Люди, которые пишут, такое впечатление, что они никогда в жизни даже этих грибов не видели И множество противоречивых глупостей, которых делать вообще не надо Сейчас я вам покажу самый простой способ, как посадить вешенку на пни Итак, для того, чтобы нам это сделать, нам необходимы некоторые вещи Итак, для этого нам нужно что-нибудь почитать из интернета Это глупейшая публикация выращивания вешенки на пнях Это фантастической глупости, я даже ее распечатал, читал, цитировать я, наверное, не буду Такое впечатление, что человек, который это публиковал, у него реально нечем полностью заняться в жизни Или он никогда вообще в жизни этих грибов не видел, а зачем он это делал, печатал, я не совсем понимаю Есть вот такие моменты, когда, ну действительно, то, что там длина пня 30-40 см, это бывает Здесь он потом предлагает сверлить какие-то в пнях дыры В эти дыры заталкивать мицелий, потом эти дыры заклеивать скотчем Потом эти пни куда-то носить какие-то подвалы, потом выносить из этих подвалов Потом в результате нужно ожидать, что еще из этого всех движений должны появиться грибы Потом он предлагает вообще и складировать, накрывать какой-то пленкой, делать какие-то палатки В общем, полный бред, поэтому это мы все дело отложим И покажем, как просто сделать посадку грибов Лучше всего это делать весной Когда идет пора, люди занимаются приусадебных хозяйствах Посадкой разных деревьев, посадкой разных растений Но очень интересно, когда в приусадебном хозяйстве или в вашем каком-то парке будут расти настоящие грибы То есть можно не ходить в лес, а тихой охотой заниматься прямо у себя, около дома или на своем каком-то участке Значит, для посадки вешенки, или на украинском языке он называется глива А на польском языке он называется бочаки Бочаки, потому что он растет сбоку деревьев А вешенка он называется, скорее всего, потому что он висит на деревьях А почему глива на украинском, я не совсем уверен, я не знаю Значит, для посадки нам будет необходим мицелий Мицелий вам нужно будет приобрести где-то по интернету Или можете обращаться к нам на сайте gliva.luoprom.net Вы можете сделать заказ и приобрести мицелий для посадки на пни Я для посадки на пни не использую качественные мицелии Я использую, иногда бывает, брак в производстве мицелия Вот здесь можно посмотреть, что он как бы немного поврежден плесенью Поэтому этот мицелий для посадки обычным способом грибов в пакеты он не подходит Поэтому мы будем садить его на пни Значит, нам будет необходима упаковка такого мицелия И еще я рекомендую для того, чтобы грибы появились в том же сезоне Когда вы будете их садить, то есть, ну, например, весной Как бы дать им немного прикорма Этим прикормом для грибов является пшеница Эту пшеницу можно будет каким-то предварительным образом приготовить То есть, для приготовления пшеницы мы будем использовать обыкновенную пшеницу Для того, чтобы ее использовать при посадке грибов Ее нужно будет сначала немного отварить Варится она до такого состояния, чтобы можно было пересчитать каждое зерно То есть, она должна быть рассыпчатой Такое состояние у нас наступает, если ее на медленном огне довести до кипения И тогда немедленно ее выключить, воду слить А пшеницу каким-то образом просушить на какой-то поверхности То есть, или на столе, или на каком-то полотенце, чтобы она была сухой Таким образом, сваренная пшеница, она будет достаточно твердая И в ней можно пересчитать каждое зерно Итак, мы берем эти нехитрые предметы и идем к месту посадки Место посадки является очень важным фактором Которым мы будем учитывать при посадке грибов То есть, вешенка не совсем любит места, там где сильно солнечно Или где открытые пространства То есть, попробуем разобраться, в каком месте можно выбрать место для посадки грибов Для этого мы будем учитывать восход солнца, с какой стороны он идет И также насаждения, которые есть в саду Значит, деревья будут создавать определенную тень В тех местах, где деревья будут затенять То есть, или своей кроной, или своими штамбами Лучше всего делать посадку грибов Опять же, в каких-то посадках или на видных местах Они будут, возможно, портить экстерьер Поэтому при посадке нужно учитывать и такой фактор Поэтому лучше использовать те места Которые не будут как бы испорчены при посадке этих пеньков То есть, это могут быть места, в которых, в принципе, не растет ничто другое Это места вокруг сарая, вокруг каких-то насаждений зеленых Или каких-то строений Я вот для такого способа использую определенное место, куда мы сейчас отправляемся Все занимаются строительством Так что, просим прощения за посторонние звуки в эфире Итак, это место находится, вот видите, за таким вот капитальным большим строением То есть, позади сауны Здесь, как бы, ну, оно не может быть использовано для каких-то других целей Поэтому мы используем для посадки грибов Здесь можно видеть, есть уже грядка Экскурсию на которой мы сделаем чуть-чуть позже Вот, а сейчас займемся непосредственной посадкой сауны грибов И так, как можно здесь видеть Здесь уже приготовлен, приготовлен, как бы, пенек Не будем тут озвучивать какие-то цифры особо, потому что все видно наочно Нужен какой-то самый нехитрый ремонент, который будет использован при посадке грибов Итак, сначала мы подготовим место, куда мы будем садить этот пенек И этого мы его очищаем от ненужных нам каких-то вещей Да, нужно сказать, что пенек используется для посадки не очень старое желательно Если он пролежал один год, он уже довольно-таки подсох Значит, предварительно он должен быть замочен в какой-то емкости с водой Я для этого использовал вот это ведро, так как пенек старый и сухой На одну неделю я его здесь замачиваю Сейчас он уже готов как бы к посадке Но лучше всего использовать, если вы хотите наверняка получить урожай, который вам будет нужен Лучше всего использовать свежие срезанные пни Проблем таких нет, весной обычно идет, когда идет чистка сада Именно вот срезанные деревья, вот эти вот разделенные на части штамбы Можно использовать для посадки деревьев Тогда результат будет 100% гарантирован, что вы получите хороший урожай И этот урожай будет очень быстрый Итак, для того, чтобы посадить эти пенечки, мы готовим сначала место Углубление не должно быть достаточно глубоким Потому что там будет холодно, и на цели будет плохо себя чувствовать Буквально 10-15 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы посадить грибы Дно мы немного утрамбовываем Трамбовываем, вау, ем Так Мы попросим пока операторы сделать вот экскурсию На нашу старую грядку Заодно можно Вот показать Сейчас пока ранняя весна, поэтому грибов еще нету А вот чуть дальше Можно посмотреть, что грибы уже есть Вот А вот здесь можно видеть, как На очень старых блоках Которые пролежали всю зиму После прекрасного дождика Начали расти Шиитаки Такие блоки можно тоже использовать для украшения Зимних садов Или Приусадебных Таких вот Площадок И на открытом воздухе Можно выращивать шиитаки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, предварительно подготовленный в такую вот площадку, дно мы утрамбовываем и делаем такой вот приколь, и это должна быть для того, потому что она является намного питательней все-таки древесины и мицелин на ней очень быстро зарастает. Посадка таким способом даст возможность получить урожай в том же сезоне, в котором были посадлены пни. То есть если мы это делаем весной, значит приблизительно где-то через один месяц, это в конце мая, у нас должен появиться урожай. Теперь мы будем сюда давать мицелин. Этот блок имеет 4 кг. На одну посадку мы даем приблизительно 300-400 г мицелин. То есть я специально не использую каких-то хитрых приспособлений, весов и так дальше. Это как бы нет в этом никакой надобности. Для посадки мы будем использовать обыкновенный такой расчет, что если здесь 4 кг, то на 10 пеньков нам нужно будет разделить его на 10 частей. И этого будет достаточно для того, чтобы у нас выросли грибы. мицелин. Мицелин у нас запакован в очень качественные салютин. И проведем скрытый этап пакета и приблизительно десятую часть вот самого мицелия мы вносим в грунт. вот таким вот образом. И как бы никаких других особо ценных манипуляций для этого мероприятия совсем не требуется. Иначе времени для отдыха не останется. Теперь мы берем пенек, ставим его вот таким вот образом сверху и закрываем его грунтом. утрамбовывать не нужно как бы слишком плотно. втрамбовываем вот слегка. И пенцелин должен немного получать воздух, немного дышать. Поэтому вот этого всего достаточно. Таким образом я уже посадил не один десяток пеньков и как бы результат всегда был успешным. вот и все, что необходимо для такого мероприятия. Теперь нужно ли каким-то образом присматривать за такими пеньками? Нужно ли делать там какой-то полив? В природе в принципе достаточно той влажности, которая есть в природе просто на улице весной. То есть никаких особых присмотров или поливов делать не нужно. Если посадка сделана неправильно, она сделана на каком-то солнечном месте, где пересыхает сама древесина, то смысла поливать как бы нету, потому что грибы там все равно расти не будут. В то же время, когда дождливое лето, когда происходит достаточное увлажнение грунта, самой древесины, они могут вырастать фактически круглый год, ну как бы теплое время года. И это будет происходить начиная от где-то мая и заканчивая уже тем временем, когда последние грибы мы снимаем, когда выпадает снег. В этом году, в последний раз я снимал урожай, это было 29 декабря. Значит, здесь как бы сделан расчет на то, что вверху есть скаб с крыши и он сделан ровно таким образом, чтобы скаб, который будет вода, которая стекает, дождевая вода, которая стекает сверху, она будет попадать просто прямо на середину этого пня и таким образом его как бы увлажнять. на этой грядке, которая находится чуть-чуть дальше, уже несколько лет мы получаем такой вот урожай, ну как бы такая тихая охота. Значит, урожай все-таки будет зависеть от климата. Если будет очень жаркая осень, как это было в этом году, то не все как бы пни будут плодоносить. Некоторые из них почему-то остались в плячем состоянии, хотя наверняка на них как бы раньше был урожай. И теперь посаженные таким образом грибы, они будут плодоносить до тех пор, пока эта древесина полностью не распадется на части. значит, здесь нужно сделать такой как бы пометку, что для посадки вешенки вообще не подходят никакие хвойные растения, то есть там ели и так дальше сосна, то есть они не подходят для таких целей. подходит все лиственные виды древесины. Ну и естественным образом понятно, чем тверже древесина, тем дольше она будет плодоносить. То есть береза рассыпется за 1-2 года и как бы урожай мы не будем получать. Если это дуб или граб или какие-то твердые породы дерева, они будут очень долго давать урожай. Ну как бы в завершении самой публикации, самым наглядным явлением и видением того, что мы правильно делаем и правильно садим грибы, все-таки есть наличие самих грибов. К сожалению, сейчас еще рано, поэтому грибов на этих днях мы увидеть не можем, но мы постараемся как бы удовлетворить такое желание зрителей. И еще остановимся, сделаем такую небольшую экскурсию на наших грядах. Здесь можно видеть грибные блоки, которые уже как бы отработали свой потенциал. это как бы отходы грибного производства, которые мы размещаем вот таким образом на открытых площадках. К сожалению, урожай таким вот образом можно получать только ранней весной, это где-то до окончания мая и осенью, это начиная с сентября месяца. Летом как бы грибы в таком виде они расти не будут, потому что как в засушливое время года пересекает сам субстрат и урожая не будет. Вот здесь можно видеть как первый уже как бы урожай появился на семи блоках. Здесь нужно сделать такую как бы остановиться на одном таком моменте, как бы есть такая одна видеопубликация в интернете, в которой автор категорически настаивает, что при производстве грибов вот эти грибные блоки должны быть, скажем, срочным образом где-то утилизированы с грибной фермы. Ну, я не буду как бы рекомендовать заваливать грибную ферму вот этими использованными блоками, но такая вторая жизнь позволяет полностью на сто процентов как бы снять тот урожай, тот потенциал, который должны выводить эти грибные блоки и дополнительно получить еще много урожая как бы грибов. Значит, история как и все как бы в мире часто происходит случайно, когда мы освободили помещение вот этих грибных блоков, была уже зима и они так остались лежать просто на улице. Они так пролежали всю зиму и когда началась весна как бы не было времени там их вовремя утилизировать и мы какое-то время их как бы оставили на этом месте. Какого же было удивления, когда мы пришли как бы убирать с территории, оказалось, что полностью они обросли как бы грибами. Поэтому мы их оставили еще долгое время, собирали урожай. теперь как бы если вам позволяет пространство, вы можете эти отработанные блоки размещать вот таким вот образом просто на грунте. Грунт дает стабильную температуру, при которой они хорошо будут плодоносить и теплое солнце сделает свое дело. Еще нужно сказать, что если весна будет сухой, то есть редко выпадают осадки, то все-таки такие вот грядки придется доувлажнять. То есть для этого нужно сделать какой-то полив и там какие-то брызгалки, комнатные распылители для этого дела не подходит. Туда нужно подвести просто шланг, пистолет, распылитель и плотно очень эти грядки нужно поливать. Еще бы хотелось показать некоторые размышления на тематику грибу. Вот в той публикации, которую я вспоминал, в ней есть такой момент, как же утилизировать эти грядные блоки, которые уже отработали свое время. есть такая рекомендация, что их можно скармливать как корм животных. Я не знаю, насколько голодные животные у тех людей, которые это рекомендовали, но как бы в нашем хозяйстве животные категорически отказались употреблять эти блоки в каком-либо виде, то есть и в свежем, и в старом, и в любом другом. Животные эти блоки кушать не хотят. Так что наивно полагать, что у кого-то будет по-другому. Здесь можно видеть вторую жизнь этих блоков, которые уже отработали свой, скажем, потенциал. На этих грядках уже урожай плотно собран. Здесь можно видеть вот такие небольшие грибы, им еще нужно время. И вот здесь тоже каждый блок имеет на себе какие-то урожайности. Пройдем немного дальше. Посмотрим. Здесь та же ситуация. Вот. Ну, тут я использую плантацию винограда. Когда виноград пустит ветки, он делает прекрасную тень, затеняет от пересыхания вот эти блоки. И, как бы, они плодоносят долгое время, в принципе, даже в дождливое лето, можно получать и собирать урожай отсюда таким образом. Ну, и к вопросу, когда же эти блоки уже выбрасывать, то, в принципе, когда они полностью отрабатывают свой потенциал, они уменьшаются где-то в три раза. То есть, от них остается, можно сказать, такая небольшая шайба. И вот тогда их можно уже выбрасывать. Но, очень интересный момент еще один о утилизации отработанных грибных блоков. Есть такая рекомендация, использовать ее как удобрение для грунта. Я, как бы, тоже использую отработанный вот этот субстрат для удобрения грунта. Ну, и специально вот пришел в это место для того, чтобы продемонстрировать. Это прошлогодние, значит, блоки, которые были, как бы, техникой закопаны в грунт. Вот можно видеть, как просто на самом грунте из него растут вешенка. Ну, я не знаю, как бы, у меня нет такой надобности собирать эти грибы для употребления, как бы, в пищу. Потому что эти грибы нужно отдельно обрабатывать. Они с грунтом, то есть с песком, их надо как-то вымачивать. Как бы, в этом нет необходимости. Но, как бы, люди, которые привыкли к потреблению дикорастущих грибов, то явление, что они содержат в себе какие-то остатки все-таки песка, вот, которые трудно отмыть. Как бы, их, ну, это, как бы, не пугает. Это, к слову, что если где-то у вас рядом находится какая-то грибная ферма, естественным образом, что у нее есть отходы грибного производства, есть отработанные блоки, то...